Неудачно сменил профессию. В Минске задержан наркокурьер, который снабжал психотропами юго-восток столицы. Некоторое время житель Светлогорска работал на стройплощадках в городе, но желание больших и быстрых денег преобладало. Парень сам предложил свои услуги закладчика потенциальным работодателям. И стоит сказать, вакансия нашлась довольно быстро. Некие курьеры помогли будущему коллеге устроиться на новое место работы. О работе наркокурьеров и наркоконтроля расскажет Владимир Королев. 40 пакетиков психотропов. Партия не самая крупная, но для новичка в этом бизнесе достаточно серьезное начало. В отношении жителя Солигорска возбуждено уголовное дело. В съемной квартире парень хранил и продавал наркотики. Теперь за распространение альфа-ПВП ему грозит до 13 лет тюрьмы. Проживал он в городе Минске порядка трех месяцев. Работал на стройке. На стройке ему заработок не понравился. Очень мало платили. Решил заработать деньги таким способом. Но проработал он всего неделю. Заработать, как я уже говорил, ничего не успел. Когда начал употреблять? Давно? Да, недавно. Когда вышел с ВК. Откуда вышел? С малолетки. С малолетки вышел, начал употреблять. Полгода, год? Полгода, где-то. Шприцы, наркотики и рок-н-ролл за плечами этого 18-летнего парня. Грабеж и попытка изнасилования. Теперь добавится статья за хранение наркотиков. Всего полгода на свободе и вот снова в колонию. Двое ребят из Солигорска приехали в столицу весело провести время. И попались в руки бойцов наркоконтроля. Младшему другу 16 лет признается, что начал употреблять психотропы в 14. Теперь ему, вероятно, путь заказан в тюрьму. Когда начал употреблять наркотики? Ну, первый раз. Другой-двы раз. Полтора года? Да. Что употреблял? Спайс. А сейчас на порошки пришел? Ну, нет. По антинаркотическому декрету уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков и психотропов в Беларуси наступает с 14 лет. На такой шаг правоохранители пошли, чтобы отгородить школьников от быстрого, но опасного заработка. Многие осознали всю серьезность серого бизнеса, но любители нетрадиционного способа расслабиться и заработать есть и сейчас. Владимир Королев, Виктор Шпак и Денис Гатила. Зона Х. Минск.